Украина вновь угрожает России разрушить Крымский мост, об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, российские СМИ об этом пишут, что Подоляк в беседе с Гардиан не стал уточнять каким образом киевские власти собираются атаковать и прочее, про Крымский мост. И это основная новость, что Украина взорвет Крымский мост. Украина не взорвет Крымский мост, я уже вам это говорил, по крайней мере сейчас нельзя какими-то очень отдаленными перспективами мыслить относительно тактического такого варианта. Он, кстати, имеет отношение к стратегии. Если бы они могли взорвать Крымский мост гипотетически, то вначале бы они взорвали нефтепровод Дружб, потом газопровод Оренгой-Помары-Ужгород, а уж потом Крымский мост. А если газопровод с нефтепроводом проходит по их территории, по местам, где идут бои, они его не взрывают, то я думаю, что Крымскому мосту пока ничего не угрожает. По крайней мере до конца августа. Сто процентов могу поспорить на любые деньги, что до конца августа Крымский мост будет стоять. Что будет потом, я не знаю, потому что тенденции, в общем-то, очень быстро меняются. Причем вектор может быть прямо противоположный. Но пока, я так понимаю, решение не принято. Скорее всего, оно будет, это решение, приниматься в осень. Что там делать с Путиным, что делать с Крымским мостом и со всеми остальными делами. Почему мост пловцы взорвать не могут? Ну, потому что пловцы должны туда приплыть с большим количеством взрывчатки. Что же вы думаете, боевой пловец, который несет на себе мешок в 70 килограмм, сможет 70 килограмм взрывчатки Крымский мост взорвать? Я сомневаюсь. Поэтому, ну, там пусть их 10 будет пловцов. Они откуда-то должны приплыть, эти боевые пловцы? Или вы думаете, они поплывут с Одессы, вот вокруг Крыма приплывут, да, и взорвут Крымский мост? Как вы себе это представляете? Это, во-первых, ну, я не про механику взрыва моста. Крымский мост очень легко взорвать, вообще без проблем. Я не скажу, как, да, но я это знаю. Никаких проблем в этом нет. Механика очень проста. А вот для этого нужно принять политическое решение. Готова администрация Зеленского и он сам принять решение на взрыв Крымского моста? Пока нет. Я вам недаром сказал про нефтепровод «Дружба» и газопровод «Урингой», «Помар» и «Ужгород». Резников заявил, что Крымский мост будут уничтожать, да, пожалуйста. Заявлять можно сколько угодно. Вы же понимаете, это такие источники заявления, как Запорожской атомной станции. Все это из-за одного флакона. Это информационный мир. В информационном мире проходит борьба. Я говорю, я готов с Резниковым поспорить на любую сумму, что до конца августа месяца ничего Крымскому мосту не грозит. Украина договорилась США, что не будет использовать поставленное ей Западом оружие по объектам на территории РФ, но по Крыму, Донбассу и другим неподконтрольным Киеву территориям таких ограничений нет, заявил Резников в интервью «Голосу Москвы». Ну да, и что? Ну, по Крыму наносятся удары, вы мне скажите. То, что взрывы там случились на аэродроме и в Джанкой, понятно, что это сделано какими-то группами, которые находились там в Крыму. Это не прилетело издалека. Это совершенно очевидно. А поэтому, говорит, можно о чем угодно. Нужно смотреть, что делается. А пока не делается ничего в данном направлении. Вот зачем такие заявления делаются, да? Для того, чтобы услышать, какой будет ответ. Это бить по траве, чтобы спугнуть змею. Там раз они сказали, и слушают, что там американцы скажут. Ничего не сказали. Второй раз сказали. Американцы что-то там уже сказали. А, ну ладно, тогда не надо. Понимаете, как это работает? Спасибо. Мой муж Александр Ватник поддержит Путина, считает его политику правильной. Но после ваших ежедневных сеансов по сажению Путина на кол стал задумываться, что действительно мировая преступная группировка существует. Ну, ему нужно думать о не мировой преступной группировке, а о Путина. Который без всякой мировой преступной группировки уничтожает Россию. То есть, те люди, которые поддерживают Путина, пусть объяснят, зачем они это делают. Если для того, чтобы Россию поддержать, так они этим не поддержат. Путин самый главный уничтожитель России. Путин разрушил Россию, все уничтожил экономику России. Он не пустил Россию в будущее. Он устроил, в конце концов, этот крендель, который у нас украл все. Он устроил войну на табуретке. Ну, ладно бы, он был диктатор. Да, он там, понимаете, устроил бы милитаристское государство. Сожрал бы Украину, Беларусь, создал бы империю. Я понимал бы тогда, почему ваш муж Александр его поддержит. От ничтожества, который все украл и поехал воевать на танки с табуреткой. Там ему дали по мозгам. Украинской армии не было. Они разнесли Путина. А у Путина вторая в мире армия. Какая вторая в мире армия? Скажите, Александр, ты что? Путина это полное ничтожество, которое тащит Россию в ад. Который все украл. У нее ни мозгов нет, ни талантов, никаких ничего. Он в жизни ничего не сделал сам. Его как зайца тащили, везде ставили и так далее. Чубайса ставили, Ельцина его ставили, Собчаки его ставили. Он ничтожество, он никто. Это даже не личность. Если бы он не стал президентом, он был бы там чемодануносцем. И все. Никуда бы, ни на каких выборах он никогда бы не победил. Да он ни разу и не побеждал. Субтитры сделал DimaTorzok